Бежал сюда и торопился. Все равно запись будет, кто захочет, тот посмотрит. Я думаю, что записи, может быть, даже больше смотрят, чем слушают. Начинаем. У меня получилась не очень длинная лекция. Да, так что я вас насильно долго не... Только немножко поближе к микрофону, и тогда... Так, все, вы сделали указку замечательную. Итак, всем добрый день. Меня зовут Лабрина Юлия, я работаю в лаборатории молекулярной фитопатологии и учусь на втором курсе магистратуры по направлению генетика растений. Сегодня мы с вами поговорим о трех важнейших с экономической и с научной точки зрения фитопатогенных грибах, о том, какой вред они причинили сельскохозяйственным растениям и людям. Так, начнем мы с вами с базового определения. Фитопатоген – это экологический фактор, обуславливающий болезнь растений. И начнем мы с гриба фитофтора и фенснос. Это один из самых известных фитопатогенов во всем мире. Он заражает растения из семейства посленов, и, как правило, больше всего страдает картофель и томат. На экране вы видите на первом фото симптомы фитофтороза на листьях картофеля, а на втором – с поранги под световым микроскопом. По данным одного исследования, затраты на фитофтороз картофеля еще в 2009 году составляли 10 миллионов долларов в год. Сейчас же эта сумма еще больше. Но никакие деньги не сравнятся с тем уроном, который этот гриб нанес Ирландии. Сначала небольшая историческая справка. В результате ангдийской колонизации в XII-XVIII веке коренные ирландцы к началу XIX века практически полностью лишились земельных владельцев, потому что все их обширные земельные владения принадлежали Англии, так называемым лендлордам. И они сдавали эту землю в аренду ирландцам, причем эта арендная ставка была настолько высокой, что большинство земледельцев жили в крайней нищете. Также Ирландия в 1840-х годах пережила аграрный переворот в результате отмены в Англии хлебных законов, а все большее количество крестьян стало выращивать не пшеницу, как раньше, а картофель, поскольку теперь это было более экономически выгодно. Как вообще картофель попал в Ирландию еще в 1890 году и завоевал популярность как продовольственная кормовая культура, поскольку он давал очень хороший урожай даже на неплодородных почвах, также он давал стабильный урожай на небольших участках земли. И к середине XIX века практически треть всех пахотных земель острова она была занята картофельными посадками. И при этом две трети этих посадков они использовались на внутреннем рынке, в основном им питались бедняки, и для них это основа их рациона составляла картофель, приготовленный просто по разным рецептам. В Ирландии не раз случались неурожаи картофеля, и правительство всегда помогало пострадавшим. Если же на следующий год урожай был хорошим, то никаких проблем не возникало. Поэтому, когда в 1845 году случился очередной неурожай, особого беспокойства у британских властей поначалу это не вызвало. Причиной неурожая в 1845 году стало распространение фитофтороза, вызываемого фитофторой инфенсенс. Инфекция передается от растения к растению стоками воды, либо же при контакте зараженных частей растения со здоровыми частями растения. Также зараженные клубни начинают гнить прямо в земле, или уже после того, как картофель выкопали в хранилищах, мог начать гнить этот картофель, заражая даже здоровый картофель, который изначально был собран абсолютно нормально. Кроме того, даже после уборки урожая споры возбудителя, они сохраняются в почве. Все поля были засажены одним сортом картофеля, это была, конечно, большая ошибка, но тогда еще никто не знал о том, что так нельзя делать. Они все были засажены ирландским ландером. Так что пострадал практически весь урожай, из-за отсутствия генетической изменчивости картофельные посадки стали восприимчивой популяцией для фитофторы, и фитофтор очень быстро стал распространяться по всей стране. В следующем сезоне на посадку пришлось брать зараженные клубни или низкокачественный семенной картофель, который удалось сохранить. Но это вызвало только новые неурожаи. Правительство, конечно, стало оказывать помощь нуждающимся. Многим людям ничего не оставалось, кроме как пойти в работные дома, где они за тяжелый труд получали только в это место, где можно жить, и питание. Но питание было очень плохим, правила его было мало, и очень многие люди стали болеть, и не всем удалось выжить в этих тяжелых условиях. Как фитофтора вообще попала в Ирландию? Современные ученые считают, что в 1845 году фитофтора пересекла Атлантический океан вместе с партией семенного картофеля, который отправили бельгийским фермерам. Это был новый и очень агрессивный штамп, который ученые позже называли Херпан. На слайде его перемещение обозначено красным цветом. Авторы статьи, иллюстрации которой вы видите на слайде, они сравнили геномы 11 гербарных образцов фитофтора того времени и 15 современных штампов. И пришли к выводу, что эпидемия в 19 веке была вызвана уникальным штаммом Херпан, который сохранялся более 50 лет. И этот штамм отличается от всех современных исследовательных штаммов, но является близким родственником штамму Уэйс-Ван, который заменил его за пределы Мексики в 20 веке. Кстати, считается, что родиной фитофтороза является именно Мексика. И авторы предполагают, что Херпан и Уэйс-Ван могли произойти от общего предка, который существовал за пределами Мексики в начале 1080-х годов. Лендлорды британские, они начали взимать все большую арендную плату за свои земли в Ирландии, и многие арендаторы просто не смогли ее платить. Тысячи людей лишились своих участков, некоторых выделили лендлорды, некоторые просто бросили свои земли и попробовали переехать в другие места в поисках работы. С начала 18 века поток ирландских эмигрантов в Великобританию и Америку не прекращался, но после голодной 17845 года их число увеличилось в десятки раз. Причем их пытка переехать, она не была волшебной таблеткой, поскольку плыть нужно было на очень маленьких кораблях, которые раньше использовали для перевоза рабов. И эти корабли даже прозвали плавучими гробами, поскольку ирландцы в большом количестве садились на эти корабли, места там было очень мало, там была полная антисанитария. У ирландцев и так уже здоровье было очень сильно подкошено голодом. Многие из них болели, на этих кораблях они заражали друг друга, и таким образом до Америки доплывали не все. Но тем не менее, к середине 19 века четверть населения восточного побережья США составляли ирландцы. После двух неурожайных лет и веселения людей со своих семей разразились эпидемии. Ирландцы в основном косил сыпной тиф и цинга. Во время голода около миллиона человек погибло, и еще миллион человек мигрировало, в результате чего население Ирландии сократилось на 20-25%. Но уже в 1849 году урожаи картофеля были здоровыми, жизнь потихоньку начала налаживаться, правительство стало принимать новые законы, которые помогли погасить задолженности. И население страны снова начало расти. В последующие годы картофельные посадки несколько раз поражались фитофторозом, но поражение не было уже таким разрушительным, и бедствие подобного масштаба больше не обрушивалось на страну. Это самый яркий представитель в истории. Более масштабных проблем не возникало из различных фитопатогенов. Следующий фитофторозом, о котором мы поговорим, это возбудитель стеблевой ржавчины пшеницы, гриппукциниограммный из формы специалиста тритицы. Как мы с вами узнаем, пшеница является одним из главных удовольственных злаков. За последние два десятилетия заболевания стеблевая ржавчина вошла в десятку заболеваний, которые отличаются экономической значимостью и высоким уровнем интереса для ученых, поскольку гриппукциниограммный из формы специалиста тритицы является одним из самых опасных фитопатогенов южных регионов. При благоприятных условиях этот грипп может полностью уничтожить посевы пшеницы, восприимчивые растения, как правило, погибают еще до стадии выхода колоса или формируют щуплое зерно, которое в следствии нельзя использовать в пищу. И также этот грипп очень опасен тем, что его споры, они очень легкие, и они с потоками ветра могут перемещаться просто на огромные расстояния, заражая все новые и новые регионы. Если будет благоприятная погода, то он очень быстро распространится и будет огромное количество пшеницы. На экране вы видите фотографию пшеницы, зараженной стеблевой ржавчиной. У этого гриба есть одна удивительная, я бы даже сказала, красивая особенность. Скопление красно-коричневых уредений спор на поверхности пшеницы образует обособленные ромбовидные пустулы. Вот такие красивые ромбики умеют делать только в акцене грамм из формы спорта листрицы. Известно, что эпифитотии стеблевой ржавчины долгое время угрожали всему миру и уничтожали огромное количество посевов по всему миру, но благодаря селекции мягкой пшеницы на иммунитет в середине XX века удалось вывести устойчивые сорта. И так ген устойчивости пшеницы к пактинограмме сформы спорта листрицы, известной как SR-31, в течение целых 30 лет защищал пшеницу от ржавчины, пока не возникла новая агрессивная раса в Уганде в 1999 году, которую впоследствии ученые так и называли Уганда-Найтинами. Появилась она здесь, в Уганде. И затем в 2002 году она была зафиксирована в Кении. И в Уганде, и в Кении пактинограмме зауничтожило огромное количество посевов пшеницы. Конечно, эти уничтожения не были такими страшными, как в предыдущей истории, но все равно они очень сильно повлияли как на экономику страны, так и на качество жизни людей в этих странах. И затем этот штамм обнаружили в 2003 году в Эфиопии. Потом в 2006 году в Судане и Йемене, а в 2008 году она достигла Ирана. Миграции в Йемен и Иран вызвали серьезную озабоченность проблемой и позволили спрогнозировать вероятность дальнейшего перемещения в важные регионы производства зерна на индийском субконтиненте и за его пределами. Ученые особенно боялись, что Уганда-99 сможет дойти до Азии, где выращивают огромное количество пшеницы. Ранние расы возбудителя полосатой ржавчины также в такой же последовательности перемещались от территориальной Африки к Индии, и это позволило ученым предположить, что вся площадь пшеницы в Азии может составить единую эпидемиологическую зону. В связи с этим в 2005 году Норманом Барлауком была организована программа Барлау Global Rust, инициатив, которая координирует исследования по ржавчинам болезням пшеницы, охватывая все аспекты проблемы. Это и мониторинг распространения и развития структуры популяции патогенов, селекцию на устойчивость с применением традиционных и биотехнологических методов, в частности молекулярных маркеров, секвенирования и трансфокации генов. И с 2008 года эта программа уже объединила более 2,5 тысячи ученых в 35 международных институтах в 23 странах. Создав глобальное сообщество сотрудничества, объединенная мощь этих партнеров предотвратила патастрофические последствия эпидемии степени Баршавчины, которая поставила под угрозу одну из самых важных подровольственных культур человечества. И с момента ее запуска партнерские учреждения выпустили более 270 устойчивых к ржавчине сортов пшеницы в 11 странах, находящихся в зоне риска. Конечно, стеблевая ржавчина все еще представляет опасность, и ее необходимо исследовать, постоянно проводить мониторинг, создавать новые устойчивые сорта. Но в этот раз ученым удалось предотвратить катастрофу, и все закончилось довольно хорошо. Когда я готовилась к этой лекции, я нашла очень интересный обзор в журнале Molecular Plant Pathology. Целью этого обзора было опросить всех фитопатологов, связанных с этим журналом. Их просили назвать по три фитопатогена, по их мнению, самых экономически значимых, либо представляющих высокий научный интерес. В опросе приняли участие 495 человек, и каждый должен был назвать по три гриба. В итоге получился список из вот таких 10 грибов, и к ржавчине, о которой мы только что поговорили, занимает почетное третье место. Но сейчас мы кратко поговорим о возбудителе периклюриоза риса, который занял первое место. Магнопорты оранзе являются возбудителем периклюриоза самого разрушительного заболевания риса во всем мире. Его важность подчеркивается тем фактом, что примерно половина населения мира использует рис в качестве основного источника калорий. Инфекции подвержены все ткани листвы, однако заражение метелки может привести к полной потере зерна. Типичные потери зерна составляют от 10 до 30%, хотя региональные эпидемии могут иметь разрушительные последствия, в результате которых будут разрушены почти все посадки. Хотя устойчивость к хозяину является наиболее экономически жизнеспособным и эпилогическим безопасным методом борьбы с этим заболеванием, гриб быстро преодолевает устойчивость, и устойчивые сорта риса обычно становятся неэффективны в течение буквально 2-3 лет. Также этот гриб может вызывать заболевания других важнейших видов, это ячмени и пшеница. К счастью, с этим заболеванием риса не связаны никакие крупные эпифитотии, не было таких одиночных и очень разрушительных вспышек, но этот гриб всегда представлял большую опасность, и из-за него погибает очень большое количество риса каждый год. Обычная потеря урожая в год составляет от 10 до 30%. В целом эта цифра кажется не очень большим числом, но на слайде привезена карта с сайта FAU, на которой показано производство риса за 2022 год. На ней видно, что производство риса измеряется миллионами тонн в год. Это значит, что потеря даже 10% риса будет значительно отражаться на экономике страны. Фитопатогены представляли и все еще представляют большую угрозу сельскохозяйственным растениям. Необходимо постоянно проводить мониторинг новых рас, штаммов, видов фитопатогенов для быстрого реагирования. Необходимо постоянно создавать новые устойчивые сорта растений. И, конечно, ученым со всего мира нужно работать вместе, и только так мы сможем хорошо бороться со всеми фитопатогенами. На этом у меня все. Надеюсь, было интересно. Вообще, как-то страшно стало. Правда, страшно все время. Не знаю, страшно стало или просто страшно. Вопросы, пожалуйста. Ну, если пока народ думает. А вот вы рассказывали про эту ситуацию страшную в Ирландии. Сказали, что лет за пять все-таки ситуация более-менее нормализовалась. Ну, одна из проблем в том, что использовался один сорт картофеля. То есть, если появился штамм, который эффективно на нем размножается, то этот ужас произошел. А каким образом за пять лет более-менее нормализовалась ситуация? Сменили сорт картофеля или что? Ну, там, скорее всего, ситуация была... Да, происходила смена сорта, но там еще в основном было дело в том, что очень много вот этой фикторы просто погибло, потому что ей уже просто нечего было заражать, некуда было деваться, она погибала. А, то есть, перестали высажать картофель в этих зонах? Его высаживали просто уже в меньшем количестве. Ну, то есть, нет, просто если высаживали в тех же местах, то он все равно же, там, как вы говорили, гриб же сохраняется в почве какое-то время, поэтому заражают все равно картофель. То есть, смена сорта и сокращение площадей посадок. Понятно? Пожалуйста. Я думаю, что в основном земля принадлежала английским лондлордам. В общем, просто эту землю стало невыгодно возделывать. Нет, люди-то, люди-то мерли с голоду. Вот, да, а лорды не получали деньги. И они просто, это самое, закрыли эту проблему. Эта земля не сдавалась в аренду, она поставала. Вот и все. Да, за счет этого. Ну, и за счет этого, и за счет того, что многие люди просто стали уезжать, переезжать в Америку. Ну, естественно, они стали переезжать в Америку или на тот свет, как получилось, но логика была такая. Мы просто эту землю не возделываем, ее невыгодно возделывать. А вопрос вот у меня еще какой. Это вот сейчас необходимо постоянно создавать новую устойчивую сорта, потому что, например, в Китае обратно перейти с риса на суходольный опрос совершенно невозможно. А вот что было раньше на заре земледелия? Были ли случаи, когда, в общем-то, эпихитотии заставляли просто отказаться от данной культуры и, значит, перейти на какую-то другую? В какой-нибудь там истории человечества? Если честно, я не встречала такого. Ну, я не исключаю, что такие события могли быть, но, если честно, я в литературе не встречала таких. Но фитопатогены они были всегда. Да, еще Теофраст писал про стеблевую ржавчину пшеницы. Он, правда, еще не знал, что она так называется. Но он писал про страшные заболевания, которые уничтожало пшеницу и переходило все на новые-новые поля. Нет, ну, грибы и все прочие годы у нас существуют очень-очень давно. Больше нас. Еще вопросы, пожалуйста. Здравствуйте. А на 2024 год, Луганда, 1999, до куда добралась? Она до России, до Америки уже добралась. До России не добралась. Сейчас постоянно происходит мониторинг. И вот как раз-таки сайты, в которых я говорила вот здесь, там прям можно открыть, там есть интерактивная карта, можно открыть эту карту, и там можно понажимать на разные страны, и там будет подробный отчет о том, чем, какими расами пукцини грамени смогут заражаться эти страны, какие там присутствуют. Но пока что все спокойно. Пока что по поводу Луганды мы не переживаем здесь. Спасибо. А вот головня, споринья не вошли в этот топ патогенов. Как с ними сейчас обстоят дела в современном мире, ну и в России в частности? Да, они действительно не вошли в этот топ. Но они заражают поля. Конечно, есть такая проблема, но ее стараются контролировать изо всех сил. Ну, сейчас нет такой страшной угрозы эпифтотия. За этим всем следят. Они появляются, но с ними борются. Причем борются как под теми методами, про которые я говорила, так и при помощи разных химических препаратов стараются бороться. Еще вопросы, пожалуйста. Так, тогда у меня пока один вопрос. У меня такое впечатление, что большая проблема вообще цивилизации нашей сейчас это большая плотность жизни, очень стремительное перемещение народа по миру. И поэтому вся зараза распространяется очень быстро. Есть на чем распространяться и есть как распространяться. В принципе, фитопатогены тоже относятся к такому варианту. И в принципе, они могут очень быстро сейчас распространяться. Вот вы показывали, как Уганда, да? Да. Сейчас уже, не сейчас, а уже несколько лет назад в Иране. Почему бы до нас она не добралась тоже? Плюс ко всему, меня вот немножко пугает такая вещь. Есть такое понятие, как биотерроризм. Вот это где-то обсуждается? Я в одной статье читала о том, что факциниограмме в свои времена Холодной войны хотели использовать как биологическое оружие. Хотели или использовали? Ну, пишут, что хотели. Понятно. То есть за руку не поймали никого? Да, за руку никого не поймали. Поэтому, ну, чисто фактически это возможно. Ну, вот как я сказал, что вот с моей точки зрения, это плотность населения, плотность рабочих площадей, то есть для сельского хозяйства, и скорость вообще перемещения и материала, и людей, она очень высокая. Так есть ли какие-то, в принципе, подходы, которые хотя бы могли сократить распространение всего этого и, по крайней мере, дать какую-то защиту? То есть не полную, но частично. Ну, не знаю, насколько прямо это относится, но вот эти патогены, они могут еще распространяться с семенами, поскольку семена из одной страны, как правило, отправляют в другую. Вот, и в некоторых странах создан жесткий контроль зерна, и они проверяют, чтобы вот таким образом не занести. Каратит давно уже существует. Да, конечно. И, ну, в истории, в принципе, бывало такое, что не очень хорошо проверили зерно, высадили это зерно, оно оказалось каким-то патогеном заражено, и, естественно, поля тоже заразились. Вот, поэтому за этим надо очень хорошо следить. Вы знаете, большинство здесь присутствующих не застало это время, а где-то в 60-х годах у нас в Советском Союзе тогда еще разрабатывали вакцину против ящера. Ну, это такой вирус из крупно-рогатого скота, который вообще приносил огромные убытки. Плюс ко всему, если эпидемия эпизодия ящера возникала, то все, ставили границы, за границей уже не продашь ничего. И тогда случилась страшная вещь. То есть разработали вакцину, стали ее производить, производили ее у нас в европейской части. Первое, что всегда в таких случаях делают, для того, чтобы, значит, брать риск распространения этого вируса, иммунизируют, вакцинируют, поголовье крупного газа скота, вот круг того места, где производится вакцина. Сделали это. Вакцина оказалась и рулетной, и полыхнула по всей стране, потому что сами ее разнесли. Насколько я понимаю, если говорить про фитопатогены, то никаких вот таких, ни вакцин, ничего, никаких препаратов, основанных на чем-то, что используют сами фитопатогены, нет. Такого резко, в принципе, не существует. Ну, такого нет. То есть есть препараты, которые основаны на хитозане, которые как бы вызывают иммунную реакцию у растений, но они безопасны для этих растений. Они просто иммунный ответ вызывают, и растение уже, как бы, получается, предварительно защитилось, когда на него уже попал какой-то фитопатоген. Но самого фитопатогена там нет, естественно. Еще вопрос, пожалуйста. Тогда у меня еще один вопрос. А вот не кажется вам, что одна из проблем, которая здесь возникает, связана с тем, что какой сорт используют? Самый эффективный. Конечно. То есть вообще вот если так рассматривать, то для хозяйств характерно использовать что-то одинаковое, наиболее эффективное. Это приводит к тому, что используются на больших площадях одни и те же сорта, которые на самом деле будут все, ну то есть все эти посадки будут чувствительны к одному и тому же варианту патогена. Если вдруг он приходит, вообще наступает катастрофа. Ну или близко к этому. А не имеет ли смысла, так скажем, просто ввести какие-то правила для того, чтобы размечать посадки так, чтобы были различные сорта с различными устойчивостями? Сейчас все-таки это можно проверять. И вообще контролировать вот эти варианты. Конечно, было бы очень хорошо, если бы были такие законы. Это бы значительность. Это как-то хотя бы обсуждается? Если я правильно помню, в прошлом семестре Артемий Иванов читал лекцию, тоже по фитопатологии. И вот он там обсуждал, как раз таки рассказывал про программу. Ее пока что пытаются применять в Америке. Она как бы связана с тем, чтобы выращивали разные сорта, но в основном она связана с тем, чтобы контролировать химические обработки на полях, чтобы там на одно поле случайно... Ну то есть одно поле находится условно между одним фермерским хозяйством и другим. И вот одни обработали одним препаратом, другие другим. И на это поле попало и с того, и с того. И там растениям стало плохо, какие-то насекомые, которые там вокруг стало плохо. Вот как раз в основном для вот этого контроля используют эту программу, но ее используют в Америке. Она пока что не так популярна, как хотелось бы. Конечно, хотелось бы, чтобы во всем мире это контролировалось на законодательном уровне. Понятно. То есть разумный подход пока не победил. Желание заработать больше. Конечно, об этом многие задумываются, но, к сожалению, не все. Спасибо. Вы мне напомнили ситуацию, поэтому вы там ловерды к этому вопросу. В общем, когда я в Москве делал доклад по гомонологическим видам в Алилу, у меня после этого группа инициативных товарищей повела в экскурсию в лес на речку Чанка. А этот лес был поражен этим самым, каким-то караеном. Я уж не помню, каким. Геоботаническое – это был один и тот же лес. Но очень четко выделялись куски, которые были не поражены или поражены в меньшей степени. И они корренировали с почвенной картой. То есть на одних почвах поражает, на других почвах поражает хуже, а на третьих вообще не ест. Тоже может вариант. Поэтому, когда вы говорили про одно и то же, я еще хотел бы спросить, а одно и то же это на почву распространяется? Вот это уже вопрос. Ну, сейчас я не могу ответить на это вопрос. То есть есть какой-то вариант, что, в общем-то, где-то можно возделывать и старые сорта, просто на каких-то особенных условиях, в которых, ну, как Вавилове предполагал, в которых, значит, не съест. Ну, я думаю, это, конечно, возможно. Но вот честно, не могу дать точный ответ на этот вопрос, потому что я нигде про почву не встречала информацию. Ну, в принципе, вот микроклимат. Ну, вот я, к сожалению, с растеневодством и сельским хозяйством совсем никак не связан. Поэтому все, что я задаю, наверное, вопросы выглядят немножко странно, может быть, предельно наивно. Но мне казалось всегда, что есть, сначала было двух полей, потом трех полей и так далее. То есть идея была такая, я считаю, что на одном и том же поле, в общем, в разные года сажать нужно разные вещи. И, в принципе, если вот, так скажем, даже вы заносите какой-то фитопатоген, как вы рассказываете, за несколько лет даже то, что попало в почву, может уже погибнуть, и следующие посадки там через 3-4-5 лет они могут уже пойти нормально. А вот это как-то, так скажем, реализуется на практике сельского хозяйства? Это называется «Сево-брод». И, да, конечно, его активно используют в сельском хозяйстве, да. Вот у меня такое впечатление, конечно, опять же, вот едешь по каким-то местам, годами ездишь, там вроде все время одно и то же примерно посажено. Ну, во всяком случае, говорят, что используют, что в реальности происходит, то, к сожалению, нельзя. А кто знает, действительно? О, вы знаете, да? Да. Это так кажется, возможно, потому что поля примерно одинаково все выглядят. Ну, там же еще питание разное, разные растения больше из почвы тягивают. Удобрения они закладывают, под пары еще оставляют землю, чтобы она отдыхала. Ну, просто у нас это было фермерское хозяйство, я знаю. Вот, поэтому это делается. Ну, это вообще, ну, это же, они разные бывают в хозяйстве, на больших площадях тоже, но сейчас у нас, ну, там другие какие-то проблемы в том плане, что семена сейчас импортные привозят, и там, ну, другие у них вещи с этими семенами бывают. И, ну, обрабатывают, естественно, гербицидами, пестицидами. Вот. Ну, и от фитопатогенов, по идее, и, конечно, вы думаете, все экологически чистое, а нет, кто хочет терять доходы. Вот. Ну, севооборот точно есть, но, может быть, не 100% везде каждый год, но они время от времени все равно менять должны. Ну, на самом деле, у меня акрадное просто образование, я акроноф. Да, ну, на самом деле, севооборот в том числе экономически выгодно, на самом деле, держать, поскольку несколько лет монокультуры это все-таки действительно накопление фитопатогенов, в том числе истощение почвы идет, да, и обновление культуры действительно необходимо. И очень, в том числе, повышает урожай. Особенно после бобовых, которые накапливают, допустим, азот в почве. Из вуза слышал и примеры, ну, в реальности, конечно, бывают и противоположные примеры, в том числе из вуза слышал, там, до 27 лет монокультура, капусту сажали на одном поле, есть такое, конечно. Все везде по-разному. Понятно. Теперь совсем примитивный вопрос тогда. Значит, на самом деле есть два варианта. Какие-нибудь огромные хозяйства, когда засаживаются совершенно гигантские площади, там, наверное, действительно перейти с одной культуры на другой довольно сложно, еще и это. А другой вариант совершенно маленькие участки. Садовые, дачные, прочее, прочее. Вот если так послушать, то вообще все в обороте, даже на них нужно устраивать. То есть нормальные люди, нормальные дачники так и делают. Есть тут нормальные дачники? У меня родители так делали. Ну, когда у нас дача была, родители так делали. Вот. То есть нормальные делают, но они нормальные нагребают проблемы. Понятно. Так, еще вопросы, пожалуйста. Ну, в принципе, спасибо. Действительно, очень интересно. И у меня еще один вопрос. В принципе, если сравнить вот фитофтуру, да, как вы сами сказали, с потоками жидкости переносится, контакт растений сохраняется в почве. А вот стеблевая ржавчина, она же летит. Причем летит очень далеко, очень здорово. и что делать с этим. Поэтому ты здесь, если, так скажем, работать, то оказывается, что... Вообще, насколько она летит? Со стеблевая ржавчина они могут очень сильно нам помочь. Понятно. То есть, дожди, где ты? Главное, чтобы она когда намокла, она попала не туда, где поля с пшеницей. Но так, да. На самом деле, это удивительно. Она такая опасная, но при этом дождик ее может уничтожить. Также мы в лаборатории, когда с ней работаем, спиртом обрабатываем, она также от него погибает. А вы знаете, большие поля обрабатывать спиртом, конечно, интересная идея, но я думаю, что это не очень экономически выгодно. Нет, я не советую этого делать. Просто делюсь опытом. То есть, правильно ли я понял, что географические ячейки пустынь нас спасут под 30 градусом? Вот. Через них перенесется, а дальше уже нет. Ну, возможно. К сожалению, нельзя вот так точно это все предсказать, потому что это даже вот в те годы в Луше на Росе. Ну, вот то, что вы показали, это самое вот, значит, с Уганды до Ирана, это как раз в пределах ячейки пустынь. У меня сейчас просто сработало. А вот дальше за Каспий, на ту сторону, там уже пустынь нету и никогда не было и не будет. Ну, при нашем климате. Да, ну, вот сейчас еще идет глобальное потепление, это тоже составляет некоторые угрозы. А это сдвинет к экватору, а не на север. То есть пустынь станет больше и будет повыше? Пустынь станет больше, но не в нашу сторону. Главное, что у нас все будет хорошо. Ну да, там, скажем, на севере будет холоднее, а на юге будет еще более жарко. Это вроде бы так предполагается. Тогда вот у меня еще один возник вопрос. Опять же, в принципе, если думать о том, чтобы вот хозяйственной деятельностью как-то слегка защищаться от распространения всех этих фитопатогенов, то получается так, что нужно вообще сверху контролировать, где что выращивать. В то же время всегда говорится, что, значит, свой хозяин на земле, то он лучше понимает, что ему выращивать, что даст больше урожай. И в принципе, я не очень уверен, что он будет думать о том, что есть риск заноса фитопатогенов, той же самой ржавчины, что она возьмет, и залетит. И поэтому, наверное, одна из причин, что, может быть, действительно одни и те же сорта высаживают, однообразие возникает. Вот здесь какие проблемы? Есть какие-то позитивы или не очень позитивные ситуации? Ну, из позитивного могу сказать, что устойчивых сортов пшеницы много, и сейчас используют то есть один сорт, он содержит несколько генов устойчивости, и это все-таки помогает. Ну, то есть при селекции, при выведении новых сортов учитывают, пытаются сделать наиболее устойчивые сорта. Конечно. Это очень естественная вещь. Помимо того, что устойчивые, надо еще, чтобы как бы и урожай хороший был, чтобы зерно крупное было, чтобы его там обмолачивать легко было. Сорта, в том числе, на инфекционных же полях тестируются. Искусственные фоны создаются специально для проверки сортов. Они, если они не проходят проверку, они просто не включаются в сорты испытания и не возделываются. А, главное, у меня есть еще вопрос, который вы спровоцировали. Было сказано, что у нас в основном все, весь семенной материал это привозной. Или если не весь, но тут в значительной части. Нет? Нет. Нет, нет, нет. Нет, по зерновой вроде бы нормально, а вот по картофелю, по-моему, ну, правда, то есть тоже сорта свои. Но вообще, какая доля сейчас вот своих сортов и чужих, когда мы на самом деле ну, просто покупаем? Мы можем, конечно, выбирать, что покупаем. Ну, вот честно не могу сказать точно. Ну, про пшеницу точно могу сказать, что ее много стараются выводить. Нет, просто в дарском проявле довольно эффективный селекционер работает. Ну, да, попробуй нас вырасти азимой, да? А? Ну, не очень много, потому что все-таки азима и риск большой. А, кстати, вот азимы и яровые пшеницы, они как-то по-разному к степлевой ржавчине относятся? По-разному за счет времени созревания. То есть? Ну, например, там, пик вот этой ржавчины там пришелся. Распространение, да? Да, пик распространения там пришелся, например, в общем, если пришла ржавчина, когда уже у нас практически созрели колосья, то, ну, в принципе, уже не так страшно. Мы, в принципе, даже если колосья не повреждены, если там только на стебле, на листьях немножко ржавчина получилось, то чисто технически эти зерна будут нормальными, их можно использовать. Если же ржавчина пришла раньше, и эти растения просто они не смогли вырасти и не смогли дать зерно, либо зерно получилось очень маленьким, очень щуплым, и его нельзя в дальнейшем производстве использовать. Вот тогда вы мне сразу спровоцировали еще несколько вопросов. Да, значит, ржавчина есть, но она возникла, когда зерна уже более-менее сформированы, уборка урожая идет. Но мы же собираем и ржавчину, не только зерно там будет, и вы когда мы собираем, перевозим, распространяем ее, это как? Ну, по-хорошему? Ну, по-хорошему должно, то есть. А, не по-хорошему, а как на самом деле? Ну, тогда мы сами его и развозим, на самом деле. Нет, ну, не на семена, но все равно везем же куда-то. А какая ржавчина на семенах, может быть? Нет, в плане, не сама, в плане, в плане споры, да, да, споры от растений, они летели, когда собирали, обмалывали споры, они начали разлетаться и как бы на зерне остались просто лежать. Они не растут на семенах, но все равно прихватываешь невольно. О, они могут перейти в телеофазу, и вот в таком формате они зиму спокойно могут где-то пережить, перележать в том же сене убранном, и как только появится благоприятное условие, станет тепло, они будут прорастать, ну, и дальше. Нет, ну, споры устойчивые, они довольно здорово хранятся, иначе бы, так скажем, не было бы такой опасности. Несмотря какие. А вот это вопрос, который у меня возникал, вы его, опять же, так скажем, по сути дела подтолкнули, который я хотел задать. Другой вариант. стаблевая ржавчина пришла рано. Зерна не сформировались, выбирать нечего. А что с этими полями делать? Запахать так они там и будут лежать до следующего года. Ну, если честно, я бы подожгла, но я не думаю, что так можно. А, ну, то есть, живешь там пару городов, которые соседствуют с этими полями. Да, конечно. Химическая обработка. Химическая обработка, да, в основном. Я думаю, да. Я думаю, вот даже на том сайте, про который я говорила, там есть, в принципе, ну, список того, что можно делать, если вы увидели заражение. Я думаю, там это прописано. Вот прям такой точный статистик в количественной. Болеет. Даже я знаю, что болеет. Болеет. Что есть какие-то штаммы, которые у нас размножаются, но это не такие страшные, как вот в Гангах. Да, все верно. Вот, например, у меня в дипломе мы сейчас, мы смотрели состав расы Угдзинитравминес, которая возникла в Кемеровской области. Она там возникла, люди испугались, мы, естественно, собрали на анализ, мы проверили ее. Она есть, но она не агрессивная. Она чуть-чуть заражает, но не распространяется так быстро и, в принципе, не страшно. Ясно. Вы хотите сказать, что от голода мы в ближайшее время еще не умрем? Ближайшее точно нет. А ближайшее это сколько лет? Пока действует устойчивость рта, пока не появились новые расы. Ну, на самом деле, сейчас вот таких страшных случаев, которые были в истории, не должно возникнуть. Потому что, ну, как минимум, Ну, как вам, 99-й год, 2000-2002 годы. Да, но мы значительно продвинулись в науке. 25 лет прошло, это большой срок. Поэтому сейчас гораздо внимательнее относятся к фитопатогенам, гораздо лучше извинения следят. Вообще, насколько я помню, вообще ну, нет, ладно. Я хотела сказать, что... Как и вы помните, но это ладно. Оставим это секретом, да? Я просто как-то до этого встречала о том, что на законодательном уровне нельзя специально заражать поля, но потом я стала более внимательно изучать эту проблему, когда у нас была пара по биоэтике, и я не нашла нигде, чтобы это было прописано. Как это не... Может, я плохо искала, я не знаю. В принципе, нет, я могу представить что-то, скажем, здесь какие-то, создают какие-то зоны изолированные, где проводят какие-то испытания, вот как вы говорили, да? Нет, я имею в виду, вот что люди из каких-то корыстных... Нет, ну это вообще бей терроризм по большому счету. Конечно, да. Если это приравнять к терроризму, то уже, конечно, нельзя так делать. Вообще, наше счастье, что зерно продукт массовый, и, соответственно, перевозят его на поездах, в пароходах, но никак не на самолетах. Потому что вот то, что вы сейчас говорите, наука продвинулась, все это, напоминаю, всем говорилось до ковидной эпидемии. Вот. Говорилось много. Вот. Но при этом как-то забыли, что вообще-то люди товарштучные летают на самолетах. Вот. И ковидная эпидемия распространилась именно сперва по авиарейсам. Вот. вот пока так не будут возить зерно, мы с голода не помрем. Вот. Но как только зерно станут возить вот так, извините. Ну, кто его знает. Вот. То есть, на самом деле, это было этот самый, это было вопиющее, значит, нарушение всех правил, когда, в общем-то, закрыли все, что угодно, кроме аэропортов. Вот. И вот с этого момента стало ясно, что пандемия неизбежна. Тем, кто хоть немножко изучал эпидемиологию, тем, кому хоть немножко читали курсы. Вот. По-моему, даже тем, кто не читали, это было понятно, что это неизбежно. Ну, аэропорты-то не закрылись. Понятно, ну, то есть, источники распространения оставили, то есть, пути распространения не оставили, а почему бы она прекратилась? Полностью согласен. Тут даже не надо слушать никакие дополнительные курсы. так было понятно, что такое произойдет. Да, но тем не менее, это произошло. Хотя ты говоришь, что молоко есть, и созвездно это время пополнить. Это вопрос о том, что с фитопатогенами так же будет? Если будут водить как-нибудь. Не, не будут. Да, не, не, я не думаю, что будут водить самолетами. Дорого просто слишком. там просто другие пути были перерезаны, поэтому мы и возили. Ну, я говорю, что в случае снимаю, но они не, нет, я даже не исключаю, что если у вас нет какой-то жуткий голос, какой-то локальный, тогда, может быть, срочно нужно будет что-то забросить. Такое может случиться, конечно. Ну, да. Это, как вы помните, старый-старый анекдот, который, значит, в хизо-фторе немножко имеет отношение. Когда был съезд с картофелеводов, да, туда приехал Якут. Ну, там, в анекдоте это Чукча называется. Мне, да, как же так, ты что, сажаешь картофелевод? Да, говорит, конечно, сажаю. А когда? Ну, говорит, 23 июля. Ну, раньше холодно. Говорит, а когда же собираешь? 24 июля. А почему так? Так кушать хочется. Поэтому, да, когда перевозили во время блокады, там кушать хотелось, там, конечно, ничего не выращивалось. Хотя, может быть, кто-то потом какие-то вещи и пытался вырастить в огородник. Да. Так нет, я не исключаю, что они будут. Это единичные случаи, которые могут... Вы знаете, когда блокады тоже говорили, что единичные случаи? Нет, там не единичные случаи. Народ продолжал летать активно. Так, ладно, возвращаемся к патогенам с аплодисменты. Спасибо.